Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, который 2000 лет назад задавали Христу. Но, судя по всему, попрошающий об этом не знал. Итак, у меня вот такой вот вопрос. Если женщина венчалась, а муж умер, то с кем она будет, если попадет в рай? В раю. С первым венчанным мужем или со вторым венчанным мужем, с которым живет по сей день? Первый муж умер, причастившись перед смертью, а второй живой, все хорошо, ходит в храм. Ангела вам хранителя. Хороший вопрос, такой душевный, замечательный. Но, надо сказать, 2000 лет назад этот вопрос задавали саддукею Господу нашему Иисусу Христу. Вот прям один в один, только количество мужей они увеличили аж до семи. И спрашивали, с кем же эта женщина будет жить по смерти? И Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии, на небесах. Вот и все. Нам представляется, что как жили вместе, так и будем дальше жить. Продолжая любить друг друга и только друг друга. А ведь на самом-то деле брак нам дан для того, чтобы мы хотя бы одного человека научились любить так, как должны любить весь мир. Хотя бы одного. По-хорошему весь мир. Мы так должны любить. Но человек слаб. И хотя бы одного нам надо научиться любить. Четверть века для этого надо, на самом деле. Чтобы в браке жить мирно, тихо, плавно, радостно и сладостно. Все эти годы, десятилетия надо наступать на горло своей гордости, тщеславию, своему собственному я. И желанию, чтобы все было по-своему, по-моему. Если мы видим двух людей, которые долго и счастливо, тихо, мирно прожили свою жизнь, в единстве и согласии, то это значит не то, что они сохранили фейерверки влюбленности с первых дней до последних, а просто лишь потому, что они хорошие люди, умеющие безгранично терпеть, прощать, снисходить к немощам друг друга, закрывать глаза на многие вещи. А потом, после смерти, конечно, будут сохранены какие-то родственные связи. Но не так тесно, не так плотно, как сейчас. Только тогда мы поймем, насколько мы все друг другу братья и сестры. И чьей будет жена по смерти, а не чьей. Мы будем Божьими. И находясь в Боге, мы любить будем друг друга и всех тех, кого мы знали, вот ровно настолько, насколько сможем впустить в себя Божью любовь. И этому надо научиться здесь и сейчас. Тайна от себя велика есть. Тайна любви. По-видимому, нет больше слов, которыми можно было бы описать загробную жизнь и состояние супружеских пар. Апостол Павел, который таки был восхищен до третьего неба, говорил, что глаз человеческий не видывал, ух человеческое не слышал. А сердце человеку не приходило то, что уготовил Господь любящим его. Все. На этом словарный запас его был исчерпан. А Господь максимум, что сказал, что там будут жить по-другому, как ангелы. Как ангелы живут. А кто его знает? Они духи служебные, подчиненные, в любви и послушании находятся. Вот как-то так и мы будем жить. А вот таких прямо честных-честных-честных связей с нашими мужьями, судя по всему, не будет. И женами тоже, дорогие мужчины. Любите друг друга. Но не забывайте, что для любви ко Христу местечко в сердце надо обязательно оставить, чтобы не оказалось так вечности, когда мы переступим этот порог. Может быть, даже завтра. Может, если бы даже с этой студии уйти не смогу. Бабах, и перекрытия упадут. А я тут планы строю. Поэтому надо учиться любви, снисхождению, терпению, радости и послушанию Божьей всем нам помощи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok